Всем добрый вечер! 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 Все! Всем добрый вечер! Табли, выступает свой результат! Все не толькоautre среда. макияжа, да, и уже, в принципе, на эти фотографии вы видите небольшой акцент, да, на что сейчас изожисты делают акцент в любом макияже, на что он, какой фишкой является, как вы думаете? Вы пишите мне в чате, вот глядя на эти 8 фотографий, на что сейчас изожисты рекомендуют делать акцент летом 2016 года. Вот, расскажите, подскажите, что вы видите и как вы понимаете. Что особенного, что объединяет всех этих девушек, особенного есть у каждого из них? Яркие губы, все верно, губы. Сегодня они даже не то, чтобы очень яркие, да, они именно такие приглушенных ярких оттенков, да, то есть мы понимаем, это то, что даст возможность нам с вами выглядеть ежедневно и привлекательно. Кстати, что касается губ, доказано очень-очень давно, что любой макияж, да, независимо от того, какой он, например, дневной или вечерний, можно резко поменять. Если вы смените легкую помаду на яркий оттенок красной помады, то, естественно, вы поменяете вид макияжа дневного на вечерний. Но начнем, наверное, с самого основного, да, у нас сегодня с вами будет необычный вебинар, честно скажу. Первый раз я такое сегодня делала, поэтому я думаю, что вам будет интересно. Ну что, поехали. Помним о том, что любая красота, да, любой макияж, он начинает тщательной подготовки ухода за кожей, поэтому важный момент помнить о том, что у нас есть 4 незаменимых шага ухода за нашим личиком, которые должен помнить каждый человек, каждая девушка. 4 основных шага – это, естественно, очищение, это уход за кожей, да, это уход за нашими веками, это использование активаторов для того, чтобы лучше работали все наши средства, которые мы используем, и, конечно же, это самый уход. Сегодня я про это рассказывать не буду, у нас есть отдельные вебинары, спектрные сессии, где вы можете познакомиться с тем, как правильно это делать, какие потрясающие серии есть. Сразу скажу, что любимый бренд всех девушек, мне кажется, которые у вас могут присутствовать на вебинаре, да, либо когда-то присутствовали раньше и познакомились, но сегодня их почему-то нет на вебинаре, это, конечно же, бренд Novage, совершенно разный возрастной, с возраста 25 плюс вы сможете для себя уже подобрать линейку комплексного ухода за кожей. Но мы сегодня говорим не про уход, а мы сегодня говорим про декоративную косметику, поэтому едем дальше. С чего начинается и почему-то в такой степени важно правильно подбирать все средства, с которыми вы знакомитесь, да, и почему они классные. Я сегодня взяла именно те линейки, которыми сделан сегодняшний новый пиаш, чуть-чуть темновато. Вот если у нас почему-то, я была уверена, что будет немножко ярче, но буду делиться, буду рассказывать, почему именно эти продукты мы любимы. И в этом каталоге, естественно, они тоже по потрясающей хорошей скидке. В действующем титулочном каталоге вы можете обратить внимание, что сразу на одной страничке есть целых три нужных продукта в ассортименте косметички любой девушки. Это те продукты, без которых не может обойтись мой ежедневный режим дня, который каждый день я их беру в ручки, да, я их наношу наличкам и буду сейчас вам рассказывать, чем они особенны и почему я их люблю, как правильно ими пользоваться. Так как у нас с вами сейчас, вы понимаете, лето, вот, и, конечно же, каждая девушка понимает о том, что в период лета любой тип кожи, он становится более жирным, да, особенно касается тех девушек, которые, например, жирный тип кожи и так, да, то, естественно, это еще больше влияет. В этом каталоге представлены по очень нереально крутой скидочке, стойкая, матирующая тональная основа, в ней стоит фактор 20. Вот она, чуть-чуть поближе познакомимся мы с ней. По очень нереальной цене, да, вы видите, ее цена для тональной основы действительно очень классная. Чем она особенная? Тональная основа, пудры, да, в период лета, они, каждую девушку требуют этих более высоких и таких строгих требований. Они не только должны выдерживать тон, да, который создает основы для безупречного макияжа, так, все хорошо, для безупречного макияжа, но и, конечно же, эти тональные основы, пудры, корректоры, они должны выдерживать высокие температуры, то есть должны обеспечивать стойкий макияж без жирного блеска и без эффекта маски. Поэтому, на самом деле, для меня, ну, большое спасибо компании, что у нас есть линейка вот этой мегастойкости, да, из бренда The One, которая сейчас представлена пятью классными оттенками, каждая девушка может их подобрать. Значит, что здесь за оттеночки есть? Я чуть-чуть вернусь назад. Значит, здесь есть оттенок фарфоровый, здесь есть оттеночек слоновая кость, тоже вы смотрите, обращайте внимание, есть оттенок светлый бежевый, теплый бежевый и естественный бежевый. Каждая девушка сможет подобрать для себя тот оттенок, который ей подходит, да, в соответствии с вашим загаром. Чем мне нравится эта основа? Во-первых, она комфортная, очень комфортная, у нее легкая текстура, подходит, и даже, вот для меня тип кожи жирная, даже для моей жирной кожи она на лето очень хорошо подходит. Такая, чтобы не таки неожиданность для меня. Здесь есть уникальная технология, она называется Anti-Shine на основе силиконов и полимеров. То есть, что она делает? Она уменьшает выделение кожного сала и не дает проявляться жирному блеску. То есть, она защищает наш макияж от смазывания и от растекания в течение всего дня. И, конечно же, любая девушка, я уверена, мечтает о том, чтобы в период лета ее личико, оно, естественно, что было защищено. В этой финальной основе одной из немногих, да, в компании Reflame высокий такой фактор защиты от солнышка – это SPF 20. Вы помните прекрасно о том, что один SPF – это безопасное нахождение на солнышке в течение среднем 10-15, от 5 до 10 минут, на самом деле важно понимать, от 5 до 15 минут, какой ваш тип кожи, да, если вы совсем, ну, белоснежка, да, можно так называть красиво, то, конечно же, безопасное нахождение для вас 5 минут на солнышке, когда открытым солнцем, да. Если вы, ваша кожа, она хорошо загорается, 10 минут, если же вы смуглая по типу, то, конечно же, 15 минут. И вот в соответствии с цветом вашей кожи вы сможете подобрать нужное количество времени, сколько вам 20, вам позволит долгое время, независимо от того, да, то есть, независимо от того, какой оттенок кожи, выглядеть хорошо и безопасно под открытыми солнечными лучами. И если говорить именно про, еще немножко про это основное слово, чем она мне нравится, что очень уникально она, ну, вы же знаете, да, что мы в Айфлэйн люди, мы любим двигаться, перемещаться, куда-то ездить, да, и чем мне этот основное, не очень легкий тюбик, она как раз-таки находится не в стеклянной баночке, да, а в пластиковой. Да, ее, когда берешь с собой в дорогу, она много веса не имеет, это такое мое личное предпочтение, что мне особенно нравится. Конечно же, следующий продукт, который должен быть у каждой девушки, без него, мне кажется, просто девушки, ну, не могут, да, особенно, когда один раз, когда его попробуют, уже понимают, ну, как это классно, что это спасатель, спасатель, он у нас с вами есть. Значит, что это за продукт? Это стойкий корректор тоже из линейки The One, он такой же сирии, как и тональная основа, да, про которую я только что рассказывала. Он, окей, он варьирует свою плотность, маскирует все несовершенства наших век и обеспечивает нам каждые из нас с вами 25 часов стойкости и защиту от стирания, то есть он не будет попадать в какие-то наши, ну, морщинки, которые теперь все они появляются, да, вот, плюс здесь есть универсальная технология, она называется Fresh Hicks, она фиксирует пигменты и предотвращает обезбоживание нашей кожи в период жары, и плюс, ну, есть возможность, да, то есть есть все один комплекс, который восстанавливает и омолаживает нашу кожу, да, защищая ее от стресса. Есть два оттенка, светлый и естественный. Если у вас оттенок, опять же, кожи светлый, то, конечно, вы выбираете естественный. Если вы хорошо загораете и быстро загораете, и ваш оттенок леса уже загорел, да, на период лета, вы смотрите, да, конечно же, берите естественный оттенок, как мы наносим с вами этот продукт, значит, что нам для этого нужно. Вот на слайде снизу вы видите то, как у нас расположены морщинки, они показаны красными стрелочками, а то, как у нас должны наноситься средства, они показаны голубыми средствами. То есть вы видите рядышком девушку со слайдом, смотрите, видно, не видно, вот мой курсор. Вот я им двигаю, видно или не видно его на слайде. Если видно, то хорошо, если не видно, буду рассказывать. Вот я активно им пытаюсь двигать. Видно, да, все здорово. Вот смотрите, на этой картинке, где девушка посередине, вы видите, так, кому-то видно, кому не видно. А, ну, посмотри, может быть, на стройках что-то можно изменить, я не знаю, как это работает, честно. Значит, смотрите, мы изначально точечно подбегаем и наносим этот корректор. После этого самыми нашими безударными пальчиками, значит, это либо мизинчик, либо безымянный. Что мы делаем? Мы легкими движениями, теми стрелочками в том направлении, как указано на нашем нижнем слайде, да, вот здесь, вот здесь. Так, вижу, что в чате пошел какой-то сумбур. У кого видно, у кого слышно, поставьте плюсики, пожалуйста. Если видно и слышно меня хорошо, и меня слышно и видно, и курсор мой тоже. Все, здорово, отлично, вижу, что видно. Ну, вот смотрите, как мы распределяем. Нижнее веко мы очень легкими движениями. Девушки, только важно понимать, если мы делаем это пальчиками, да, а не кисточкой, нельзя растягивать. Если мы вот такими поглопывающими движениями, мы делаем от нижнего века к центру нашего носика вот сюда вот, да, очень легкими движениями растушевывая. А верхнее веко наоборот вот так вот. Об этом важно помнить. На самом деле, чтобы не провоцировать растяжение наших пологенов и волоски, но пологенов, которые находятся в нашей, в структуре нашей кожи. Поэтому мы делаем именно вот такими несложными движениями. Важно просто, это привычка, которая прививается у нас, в зависимости от того, сколько раз мы сделаем определенное действие. Поэтому, девушки, по моему мнению, это один из самых крутых корректоров, который вообще есть у нас в компании, потому что он действительно стойкий, и он на самом деле дает возможность очень быстро привести уставшие глазки в вид отдохнувших и готовых к активной работе, к активным действиям, либо к активному отдыху. Вот те, кто меня понимают, да, кто его уже использовал в таких интересных ситуациях, поставьте, пожалуйста, в чате единички. Да, то есть я скажу честно, что у меня часто бывает такое, куда-то мы ездим, да, и если бы, мне кажется, не этот корректор, на фотографиях бы выглядела бы я, наверное, не уставшийся, да, и совсем уставший. Но благодаря ему, он есть всегда в моей косметичке, вот, вижу, что менеджеры, дынтера понимают, о чем я говорю. Здорово. Ну что, едем с вами дальше. После того, как мы с вами сделали акцент, конечно же, на наши веки, на наши личика, важно понимать, что надо определенным образом сделать оттенок лица полностью матовым, да, сделать так, чтобы наши с вами личика, когда мы выровняли оттенок лица, сделали одинаковым красивым цвет наших глаз, наших век. И, конечно же, уникальный продукт – это компактная монтирующая пудра, тоже из линейки The One. Чем нравится мне она? Во-первых, свежий вид кожи, без жирного блеска на целый день. Это я говорю про себя, потому что для меня этот продукт, ну, нужный и важный, всегда он у меня есть. Очень она тонкая, очень исположится, у нее такая очень бархатистая текстура. Тоже такой же комплекс есть, анти-шайн, как и в тональной основе, да, который материт кожу и контролирует выделение кожного сала. И плюс, да, ведь наша кожа естественно не видит, ощущение мягкости не скатывается, не смывается, да, не сматывается и не осыпается, да, как возможно, это когда-то там, ну, где-то может быть, бывает. Вот, поэтому на самом деле продукт реально крутой, у меня он быстро вытанчивается, да, потому что я любитель, да, нанести на себя, на самом деле здесь есть пуховочка, и, честно скажу, я пуховочку не люблю, я пользуюсь всегда кистью, очень легкими движениями, мы наносим, да, вот так вот, и уже по зоне нашего личика мы распределяем тональную, мы распределяем матирующую пудру. Идем с вами дальше. После того, как мы подготовили полностью нашу с вами личико, да, то есть мы выровняли оттенок лица, оттенок наших век и сделали кожу лица идеально матовой. Как вы думаете, что дальше, что мы будем первое рисовать, да, на чем мы будем делать акцент? Напишите мне, пожалуйста, в чате, как вы думаете, что это будет. Зачем будем ухаживать, не ухаживать, что будем сейчас, на что будем сейчас делать самый первый акцент нашей декоративной косметики? Брови или губы? Глаза, хорошо, глаза, ну что, здорово, ну вот, я знаю, что менеджеры уже пишут правильно, на самом деле начинаем наносить макияж мы с вами с нашего, как говорится, с самого нашего верха, да, вот мы идем, спускаемся вниз первым, мы встречаем брови, да, поэтому сейчас мы будем с вами ухаживать и рисовать на наши бровки. Потрясающий продукт, который вы знаете, есть в нашей компании, действительно, тот, который, не знаю, мне кажется, ну, он стоящий, его хватает на очень, если бы его не было в компании, я бы не знаю, что я делала сейчас, потому что никогда у меня, как вы видите, бровки широкие, да, я никогда не могла карандашом нарисовать красивый оттенок, идеальный оттенок наших, ну, своих век, поэтому мне было всегда немножко сложновато, да, с этим справиться, вот на самом деле, чем он особенный, да, вы видите, что здесь есть два оттенка, да, светлый есть оттенок тени, есть оттенок более темной тени, и есть очень крутая восковая текстура, она позволяет уложить ваши бровки именно так, как вам нравится. Так, ну что, так это, как мы это будем делать? Выбираем оттенки. На самом деле оттенки можно смешивать, да, вот, да, мы тоже любим, оттенки можно смешивать, на самом деле важно понимать о том, если вы брюнетка, да, и даже если оттенок у вас, волос, практически черный, да, на самом деле, не бывает полностью черных, если это не красный оттенок волос, да, то ни в коем случае этот оттенок наших бровок не должен быть темнее, естественно, цвета волос. Нельзя никогда рисовать брови черным оттенком, об этом важно помнить, на самом деле, ну, как бы, совершенно в этом нет ничего сложного. Если вы нарисуете брови черным карандашом, либо но черными тенями, то вы прибавите себе хороших лет 10-15, да, если вам 15 лет, то, конечно, вы не прибавите себе лет 10-15, вы понимаете, это будет просто, ну, необычный внешний вид, можно его так назвать, а если возраст 25-35 плюсов, вы сделаете брови намного темнее оттенка своих волос, ну, либо вообще черный, да, то у хороших 5-10 вы прибавите к своим годам. Мне кажется, ни одна девушка с возраста 25 плюс не хочет этого, да, для себя, поэтому как рисуем? Сначала мы с вами выбираем тот оттенок, который нам подходит, наносим, там есть две кисти, ну, они со скошенными, скошеный срез, есть кисть более мягкая, видите, на слайде под цифрой 2, да, мы прокрашиваем такими легкими отрывистыми движениями, черный более мягкий кистью, и после того, как мы сделаем с вами идеально ровный убор, такой, какой она нам нравится, мы с помощью воска и белой кисточки придаем форму бровям, стараемся приподнять волосы чуть-чуть вверх, да, потому что все равно они немножко приопустятся потом от воска от веса, да, поэтому это совершенно несложно, просто дело привычки, опять же, когда мы начинаем ухаживать, когда мы прививаем до себя эту потрясающую привычку быть красивой, да, красота, когда у нас не требует жерст, а мы от нее только получаем удовольствие, каждая девушка понимает, как это легко и просто. Как же сделать идеальную форму бровей? Как мы правильно корректировать наши бровки? Смотрите, что нужно сделать? Вы берете любую палочку, да, любую кисточку, прикладываете кончик у носа и проводите через уголочек глаз, и вот то место, где у вас заканчивается кисть, оттуда должна начинаться ваша бровь. После этого вы от кончика носа через зрачок проводите слово этой же кистью, да, либо, не знаю, что это называется, палочка. Вот там, где заканчивается, да, на пересечении с вашей бровкой, вот именно этот оттенок, вот именно эта точечка, это будет самая высокая, вот здесь, видите, цифра B, да, А, Б, В. Вот цифра B – это самый высокий уровень угла вашей бровки. И после этого, что мы с вами делаем? Мы берем кончик носа, опять же, проводим через край глаза и доводим до самого конца, что происходит именно там, где у нас с вами заканчивается кисть, либо палочка, что это у вас будет, именно там должна заканчиваться наша с вами бровка. Совершенно несложно, очень легкий, классный способ. Несколько важно понимать, конечно же, что правильная форма бровей может зрительно сделать вас моложе и уменьшить количество ваших морщин, если они появились. Поэтому эта фишка, которой пользуются все звезды, обращайте внимание, очень часто звезды с возрастом меняют форму своих бровок. Просто последите за фотографиями, например, у девушек элегантного возраста, да, уже возраст, ну, там 50-55 курс, актрис и вот вид. Просто полетайте, зайдите, спросите, как говорится, у гугла, да, посмотрите фотографии. Это очень интересно на самом деле. Какие ошибки очень часто делают девушки? Ни в коем случае, вот видите, на второй картиночке нельзя делать вот так. Ваша бровь, она должна быть ровная, да, вот как будто вы выложите палочку, да, и проводите. Вот это вот идеальная форма бровей. Нельзя делать вот какие-то определенные эскибы, это будет всегда, ну, придавать либо удивленный взгляд девушки, да, либо это будет какой-то, ну, грустный взгляд. То есть мы сами выбираем, как мы будем выглядеть, и все, опять же, от нас с вами зависит, от наших с вами, ну, желания. И есть, конечно же, такие фишки о том, как подобрать форму наших с вами бровок в соответствии с нашей формой лица, да, я не буду все перечитывать, все пересматривать. Для себя посмотрите, на самом деле, как это, не сложно, да, найдите себя, может быть, спросите у родных, да, где вам, как вам кажется, какие бровки вам лучше сделать, да, либо если вы не знаете, так думаете, какой у меня, какая форма моего личика, да, то спросите, опять же, у родных, посмотрите в зеркало. Совершенно не сложно, но, опять же, с возрастом у нас меняется форма бровей. Кто как бы действует, кто как управляется. И форма личика, она тоже может меняться. Поэтому контролируем, друзья мои, контролируем свою форму бровей в соответствии с нашими внешними изменениями нашего с вами организма. Ну что, поехали дальше. За бровкой поухаживали, что следующее, чуть-чуть ниже. Идем к нашим глазкам. Как вы обратили внимание, тенденция этого лета, это, конечно же, легкий макияж. И сегодня я с вами поделюсь тем продуктом, мне кажется, с ним знаком практически каждый из здесь присутствующих на этом вебинаре, да, совершенно нонсенс, крутейший бестселлер компании Reflame. Это тушь уникальная 5 в 1. Чем она особенная и почему ее так любят все, практически все, кто с ней знакомился. Чем она интересна? Ну, во-первых, 3D-щеточка. Она запатентованная ни в одной другой фирме. Вы не найдете точно такую же кисть, точно такой же щеточкой. Она уникальная. Она осложена разнообразной длиной щетинок. И благодаря только уже этому обеспечивается невероятная длина, очень красивый, такой естественный оптем и изгиб ресничек. Короткие полимерные щетинки, они идеальным образом моделируют форму ресничек, делая их более, как говорится, приподнятыми и очень удлиненными. А та длинная сторона ресничек помогает закончить образ, разделяя ресницы и делая их очень-очень привлекательными. И есть такие цифры. Тушь 5 в 1 в 1, она состоит изгиб на 52 градуса, удлиняет на 57% и увеличивает объем ресничек в 7-8 раз. Тушь, на самом деле, очень классная. Если у вас эта тушь любимая, поставьте мне, пожалуйста, в чате двоечки, если вы ее пробовали, и она вам действительно понравилась, потому что это бесценная компания. Каждые 4 секунды в мире продается одна такая тушь. Представьте, как много людей любят эту тушь. Вот, вижу, пошли двоечки, здорово. Чем она еще классная? На самом деле, ну, она, вы же понимаете, да, что помимо тех аффектов, которые есть внешне, мы с вами понимаем, что любая пилопродукт компанией Рифм, конечно же, он ухаживает с ничками, да, за тем, что мы наносим, на что мы наносим, на наши бровки, на наши реснички, на наши ничики, да, на веки. И естественно, что тоже это содержит тоже очень уникальные 5 видов водства, да, она обеспечивает прекрасную гладоустойчивость макияжу даже в самую дождливую погоду. Она не является водостойкой, но она, ей нельзя, говорится, ну, когда ты вдруг попал под дождь, она не потечет. Да, ее можно смыть простым средством для снятия макияжа, вот. И плюс здесь есть экстракт лицевых отрубей, он оберегает наши ресницы от неблагоприятного воздействия солнечных лучей. Также здесь есть провитамин В5, он питает и укрепляет реснички, берется от самых хорней до самых кончиков. И, конечно же, все это в комплексе дает возможность нашим ресничкам быть всегда красивыми, покрученными, ухоженными. Каждая девушка сможет для себя подобрать именно тот оттенок, где есть и коричневый оттенок туши, есть черный, какой вам больше подходит. Идем с вами дальше. Почему-то не вижу цены, да, сейчас скажу вам, сколько стоит этот оттенок, почему-то на сайте не видно. Так. Слушай, стоит, почему-то у меня тоже сайт сместился. Так, по-моему, около 100, либо 50, либо 100, 100 совсем-совсем маленьким хвостиком. Либо 112, скажу так, ребят, помогите мне, потому что почему-то съехал в сайте, и могу найти цену. И, конечно же, после того, как мы с вами уже сделали такой плюс-минус, но чуть-чуть завершенный образ, каждая девушка, наверное, знает о том, что есть уникальные те продукты, да, которые в любой фирме они есть, и не умея ими пользоваться, ты сможешь свой макияж делать только хуже. А если ты умеешь пользоваться этими крутыми продуктами правильно, то ты всегда сможешь подчеркнуть и сделать акцент именно на тех, каких-то своих личных желаниях, да, создании какого-то образа. Это уникальные продукты, конечно же, называются они румяна. Цена их в этом году по меньшей степени очень классные. Вы видите, что они с двумя оттеночками меньше 160 тысяч, да, для нас с вами они будут... Чем эти румяна хороши, чем они на самом деле классные. Я люблю их, во-первых, ну, я люблю, все знают, что у нас есть румяна в шариках, в Джордане Голд, они, мне кажется, бестселлер компании, которые вот в такой степени уже очень-очень-очень давно у нас в компании, но они такие, их на очень долго хватает, и не очень удобно брать с собой дорогу. Вот кто согласен со мной, что румяна в шариках, потрясающе классные, да, они ручной работы, они запеченные, это люксовая серия, но в дорогу их брать с собой неудобно. Поставьте мне, пожалуйста, в чате троечки, если есть те, которые понимают, что их в дорогу брать с собой неудобно. А вот компактные румяна-хайлайтеры 2 в 1 из серии The One, они классные тем, что их удобно брать с собой дорогу, они занимают совершенно немного места. Да, девушки меня понимают, да, что такое румяна в шариках, когда ты где-то в дороге, в машине, да, да, да. Здесь сочетаются два оттенка, темный матовый и светлый мерцающий. Они могут, по-моему, сложить и неферентировать форму лица, то есть оставить на своих щечках нежный румянец. Если вы хотите идеально матовая серия, то, пожалуйста, вы можете брать матовую сторону, да. Если вы хотите сияющую, то, конечно же, придаст кожу сияние. Важно понимать, что румяна, они выполняют на нашем личке очень важную функцию, они создают контраст такой на лице, придавая ему, какой-то, говорится, ну, объем, да, не дает выглядеть плоским. Вот, и, естественно, что за счет того, что именно в этих румянах есть и сетеросеивающий комплекс, он помогает еще и делать личика более сияющей. И, на самом деле, важно понимать, что румяна наносится специальными продуктами, да, это кисти, их нельзя наносить спонжиком либо пальчиком, да, это, по меньшей мере, ну, неграмотно, поэтому есть определенная кисть, в этом случае тоже у нас хорошие скидочки для нанесения румян. Есть здесь у нас три оттенка, светлый розовый, есть оттенок темно-розовый и есть оттенок персиковый. Ну, как бы, каждый может подавать себе совершенно тот, который больше нравится, на период лета, конечно же, лучше брать более темные оттенки, да, потому что наша кожа, она загорает, а уже на период осень-весна-зима вы подбираете тот оттенок, который вам больше нравится, ну, вообще, на самом деле, мне кажется, они должны быть все у нас, потому что, согласитесь, ситуация бывает тоже в жизни совершенно разная. А как правильно наносить румяна? Такие есть тоже фишки. Вот способы коррекции лица и нанесения румян. Посмотрите тоже, найдите себя на этой картиночке, как правильно наносить румяна, соответственно, с формы нашего личика. В этом тоже нет совершенно ничего сложного. Вот если наносить правильно румяна на лицо, то мы сможем с вами скорректировать форму до идеала, да, так, чтобы хотелось, так, чтобы, ну, получать большое удовольствие, да, от того, что мы видим, собственно говоря, в зеркале. И главная фишка в том, что румяна не должно быть много. Да, румяна они должны именно подчеркивать, да, красоту нашу с вами, не создавая именно какого-то яркого розового оттенка. Вы помните в сказке про Морозко, наверное? Кто помнит сказку Морозко? Выставьте мне плюсики, да? Вот, не нужно делать так, как там делал, не помню, как ее звали, да, может, вы тоже вспомните, можете написать мне. Вот такой оттенок не нужно делать никогда, да, он не придает ни красоты, а, ну, как бы, для создания комического образа, конечно, можно. Вот, поэтому румяна наносим очень легкими движениями, да, не делая какого-то яркого такого румянца, да, именно. Если мы хотим как раз-таки выделить скулы, да, то тогда мы используем уникальные пробудки, они называются бронзаторы. Сегодня я про них не говорю, но тоже помните о том, что они у нас есть. Как-нибудь мы с вами будем создавать другой образ. Душенька точно, спасибо. Маргушенька-душенька, да. Вот, поэтому будем создавать когда-нибудь другой образ, я думаю, когда-нибудь мы с вами будем вечерний, да, а не летний, и уже про это я тоже расскажу более подробно. Ну, и раз мы с вами нанесли румяна, идем чуть-чуть ниже. Как вы думаете, к чему мы сейчас приближаемся? Что сейчас будем? На что сейчас мы с вами будем делать акцент? С каким продуктом будем знакомиться? Выпишите. Губки, все верно. Екатерина была права, самая первая. Я с вас хочу познакомиться с одним из любимых мною продуктов. Он у нас вышел в компании совсем-совсем недавно. На самом деле, в каталогах вы можете еще найти продукты, ну, разные из помад. Но я хочу вас познакомить именно с ней, Катерина Небол. И помада, да, на самом деле, вот такой интересный факт, что помада первоначально изготавливалась из яблок. Отсюда и название. Помада, да, как раз и от, с перевода с отецкого, ой, с отецкого, это как раз и именно из яблочка в переводе. Ну, и, как я уже говорила, что цвет помады может полностью изменить в последнее от макияжа. То есть его можно поменять от легкого дневного, да, до такого красивого эффекта, но вечернего. Поэтому, девушки, у нас сами, это самый классный инструмент. Помад должно быть много. Ну, вот, если вам не сложно, напишите мне в чате, сколько у вас дома есть помад. И, ну, мне кажется, ну, просто это сложно, мне рассматриваться, считать. Лично мне, ох, мне кажется, ну, больше 15 помад у меня есть дома точно. И они, ну, я скажу вам, многие, ну, похожи, да, по оттенкам, но каждый раз я вижу, что красные помады, я не могу пройти ни на них. Мне хочется новую помаду красную всегда для себя взять, потому что они совершенно по-разному смотрятся. Да, вот Ая говорит, что 20. На самом деле, их много не бывает, согласитесь, помада это то, что, как бы, такая фишка каждой девушки. Взять с собой две разных помады, да, и мы, если уходим рано утром в пятницу, то вечером, возможно, нас ждет какое-то интересное продолжение, то, конечно же, можно быстренько себе подобрать нужную помаду. Елена, если вы не можете подобрать помаду, на самом деле, практически любая помада может подойти девушке, соответственно, с вашим образом. Если вы приезжаете когда-нибудь в город Витебск, вы можете встретиться, не знаю, в Витебске или не в Витебске. есть уникальная возможность попробовать помады, они есть в пробниках, да, либо вы можете для себя заказать уникальный набор пробников, где вы найдете помады, да, поэтому выбрать для себя будет совершенно несложно, но сразу говорю, что красная помада, она подходит каждой девушке, и красный флаг много не бывает. Да, вот Аня уже, наверное, пошла смотреть косметичку. Да, подберете, честно, на самом деле, помада это то, что мне кажется, в ассортименте девушки их не бывает ни много, ни мало, просто это то, что всегда-всегда должно быть в большом-большом количестве. Для меня это такое спасение, да, помады очень люблю, и просто, мне кажется, ну, тот продукт, который у меня в косметическом мере штук 5 лежит, в сумочке штуки 3-4, ну, и как бы сумок же много, особенно летом, вы понимаете, но, в общем, поэтому иногда ты выходишь с одной сумкой и понимаешь, что тебе как-то нужно поправить макияж, а помады нужной нету, поэтому начинаешь как-то импровизировать, что-то делать. Ну что, поехали, буду делиться с вами информацией про мой любимый, один из любимых мной продуктов, появился он не так давно в каталогах, и это очень уникальная, классная помада по очень-очень большой скидке в этом действующем девятом каталоге. Это матовая губная помада иконы стиля из всей Джордани Горб. Потрясающих 10 матовых оттенков. Чтобы не быть голословной, как они стоят на губках, я вам пока покажу уникальный слайд. На этом слайде мы с вами видим топ-лидера компании Реклэйн Глену Ракочи, это основатель нашего уникального проекта территории Роспа. Потрясающих 10 классных оттенков. Чем эта помада особенная? Во-первых, конечно, мы видели уже, что в ней есть УФ-фильтр, СПФ-защиты 15. Помады, конечно же, которые, ну, с каталога, с оттенков, в которых входит ультрафиолетовые фильтры, да, СПФ, они защищают нашу самую тонкую кожу, на лице это наши губы от пота старения. Она очень мягкая, она очень ровно ложится. Мне очень нравится. На моих губках я наносила помаду часа 4 назад. Я понимаю, что из-за того, что он как бы свет плохой выписи, это плохо видно, да, по оттенку у меня пыльная роза, то, ну, она до сих пор мягкая, она до сих пор очень классно ложится, я уже и пила чай, поэтому, ну, помада действительно стойкая, имеет очень классный матовый эффект. Тоже в помаде есть несколько восков, а также, конечно же, есть самое дорогое, самое классное масло, в каком стиле оно всегда есть, это органовое масло, это, собственно говоря, золото-моробка, да, которое самое-самое ценное. Оно очень богато витаминами, очень богато ухаживающими компонентами. Это один из вообще самый дорогой продукт, да, если вы знаете, он для производства косметики используется масло именно холодного отжима из необжаренных вот этих семян дерева органии. Ну, и на самом деле в более, больше, чем в сотни раз оно содержит витамины Е больше, чем какие-то другие продукты, да, поэтому очень много жирных кислот, омега-6, омега-9 в нем. То есть, это самое, можно сказать, полезное масло в мире. Так, как я говорила, простое, оно в Марокко, да, именно называется оно жидким марокканским золотом, да, оно самое-самое дорогое, стоящее, поэтому такой потрясающий продукт серии Giordani Gold имеют наши с вами помады, да, из серии именно икона стиля. И хочется, наверное, уже немножко поделиться с вами тем, что эта помада действительно по нереально классной цене, по такой цене ее ни разу в каталогах не было, это серия Giordani Gold и называется помада икона стиля. Не скажу вам, какая страничка, но на самом разуме вы сможете полисать в каталог и найти. Важно еще, конечно же, понимать, что все процедуры, про которые мы сегодня с вами говорили, они требуют личного подхода. И независимо от того, что вы наносите, тональную основу, корректор, помаду, румяна, для них нужны инструменты. Инструменты тоже есть по очень классной цене в каталоге, это совершенно разные кисти, тональная основа наносится плоскими кистями, пудра большой пушистой кистью, корректор тонкой плоской кистью, да, то есть все виды кистей есть в компании для того, чтобы создать идеально классный оттенок. Ну и, конечно же, после того, как мы с вами создаем такой оттенок, нужно понимать, что придя домой, нужно макияж снимать. Потрясающее средство для снятия макияжа Меньше 100 тысяч для нас с вами стоит, не хватает в среднем, но больше, чем на 4 месяца, это точно. Вот, спасибо, матная помада страница 77. Да, помада очень классная, успейте заказать, потому что, на самом деле, очень больше популярностью все оттенки, когда они только вышли, ну, как бы, по-моему, больше из 10 помад осталось на стаде около, наверное, 2 или 3 оттенков, поэтому я рекомендую вам приобрести лето, это пик, когда помады пользуются самым активным способом. Вот это средство, оно одобрено от альмолога, ему подходит даже для тех, кто носит контактные линзы, да, очень хорошо смывает макияж, не растирая. Как мы его наносим? Мы наносим на ватный диск, прикладываем к нашему веку и ждем, вот, секунд 30-40, не растирая, не растягивая наши глазки, и снимаем наших глазок. И вы увидите, как полностью отпечатывается на ватном диске весь ваш макияж. Я обычно еще чуть-чуть потом, ну, как бы, наношу больше средства, и уже нижний век, когда реснички немножко могут на нем отпечатываться, да, на нижнем веке. Я протираю. И, наверное, чтобы не быть голословной, я сейчас хочу вам показать ролик небольшой. Сейчас, секундочку. Так, поставьте в чате плюсики, если ролик будет видно от официального визажиста компании Арифлейм Алена Терещенко. Привет! Я Алена Терещенко, официальный визажист компании Арифлейм. Сегодня я расскажу и покажу вам, что такое коррекция лица и как правильно ее делать. Ее еще называют контурирование, скаутинг или моделирование. Названий много, но суть одна. При помощи высветления или затемнения определенных участков на лице мы подчеркнем достоинства и скроем недостатки. Благодаря правильному скульптурированию можно значительно изменить форму лица. Но такой макияж потребует много времени, к тому же мало подходит для повседневной жизни и будет сильно заметен. Я предлагаю с помощью базовой косметики Арифлейм подчеркнуть вашу натуральную красоту. Я сделаю несколько вариантов контурирования для разных форм лица. Чтобы удлинить круглое лицо, румяна нужно наносить на нижнюю часть щек по направлению от уха к губам. Если у тебя овальное лицо, то румяна нужно наносить на часть щек, которая видна при улыбке, под скулы от середины уха до центра глаза. На лицо прямоугольной формы я советую наносить румяна на скулы горизонтально и немного на выступающие части челюстной кости от мочки уха по направлению к шее. Это Настя. Она будет моей моделью. И сейчас я покажу, как сделать коррекцию лица в повседневном макияже. Всегда используйте базу под макияж. Она выровняет цвет кожи, а тональная основа лучше ляжет и будет дольше держаться. Я наношу основу плоской кистью, легкими похлопывающими движениями, но вы можете использовать и пальцы. Перед тем, как наносить тональную основу, убедитесь, что праймер высох, иначе он может скататься. Совет, как подобрать цвет тональной основы. Чаще всего мы пробуем на тыльной стороне ладони. Это неправильно. Нанесите каплю средства в область под скулами, и вы сможете подобрать идеальный тон для вашей кожи. Тональную основу я тоже наношу легкими похлопывающими движениями, так она ляжет ровнее. Теперь основа нашего макияжа и коррекции лица румяна. Так как у Насти лицо прямоугольной формы, я наношу их вот сюда на скулы. Наносить нужно легкими движениями, не давите на кисть. Брови прокрашиваю и укладываю цветным гелем. Ну что, друзья мои, мне кажется, теперь каждый из нас может совершенно легким и быстрым способом сделать свой образ либо ярким, либо естественно дневным. Ну и так как все обещали, что у нас сегодня что-то интересное, я решила сделать очень интересный эксперимент над собой. Все готовы к этому очень интересному эксперименту? Готовы ли все увидеть Екатерину Дробицкую в том виде, в котором вы раньше ее никогда не видели? Поставьте мне, пожалуйста, в чате смайлики, если вы готовы. Вижу, что идут плюсики, а смайлики. Сегодня на практике я решила вам показать, как работает наша серия. Правда, я уже просто смотрю, что на самом деле не тот эффект, который я хотела получить, в следующий раз буду делать, наверное, при другом свете. Как-то сегодня со мной не хочет работать свет, как видите. Ну что, поехали. Каждое утро вы можете видеть себя в зеркале совершенно разной. Это я полностью без макияжа. Ну, я не знаю, как вы на это отреагируете, но начинаем корректировать и ухаживать за собой с самого начала. Изначально я решила сделать немножко, чтобы была больше видна разница. это... Вот, ты меня такой еще не видел, да? Ну, вот видишь, бываю я и такая. Первое, что мы делаем, мы наносили с вами тональную основу, я первым наношу корректор для век. И вот я вам хочу показать просто разницу, я надеюсь, вы видите, да, на левой стороне фотографии я нанесла корректор, на правой стороне я еще не наносила. Кто видит разницу, поставьте, пожалуйста, плюсики мне сейчас в чате. это использование корректора. Кто заметил разницу, очень видно, спасибо. Едем дальше. Как правильно наносить тональную основу? Немножко говорила Алена, да, помним о том, что мы наносим тональную основу, начиная от центра, двигаясь в периферии линии роста волос, скулы, черезной контур, то есть мы легкими вбивающими движениями наносим на наше веко, не приподнимая его, не приподнимая, да, как ухаживаем, а наоборот вбивающими вниз опуская, у нас у всех на лице есть пусковые волосочки, поэтому, что нам до этого с вами нужно? Чтобы пусковые волосочки не приподнимать и не обвлакивать тональной основой, мы с вами наоборот отбиваем их немножко вниз, а мы просто вбивающими движениями. Совершенно несложно просто привыкнуть, да, и помнить разницу, что уход мы делаем, приподнимая вверх, да, уход, это крем, это сыворотка, это очищение, тонизирование, да, вот, а как раз таки тональная основа мы можем теснить движениями вниз, взбивающими. После этого мы с вами используем тональную основу, это тоже я. Тональная основа чуть-чуть, ну, у меня типо жирный, немножко может оставлять блики, и я всегда наношу пудру для того, чтобы оттенок лица становился полностью матовым. Я думаю, что вы меня узнаете. Теперь поехали дальше с экспериментами. На самом деле, честно скажу, что я, вот сразу повторюсь, я выбрасываю все пуховки в пудрах, потому что всегда использую как раз таки именно кисти, это то, что мне особенно нравится. Кстати, что касается наших кистей, очень давно мне моя лучшая подруга и спонсор, и вышестоящий мой золотой директор компании, Аня Козловская, я, друзья мои, училась еще в школе, подарила кисть из серии Giordani Gold. Все помните, она такая, ну, открывается, закрывается, да? Ань, огромное тебе спасибо за то, что ты мне больше, наверное, 13 лет назад подарила эту кисть. Она до сих пор работает, я до сих пор ей пользуюсь. Мне кажется, наши кисти, они просто вечные. Если вы меня понимаете, то, ну, как бы, поставьте, пожалуйста, мне в чате что-нибудь, да, какой-нибудь смайлик плюсик. У кого уже наша кисть больше хотя бы 5 лет, да, и вы ее не меняли. Я ее каждый день мою, с ней ничего не происходит. На самом деле, ну, кисти, они очень-очень долговечные. Поэтому я вам рекомендую, не бойтесь их мыть. И, кстати, что касается обработки кистей, да, рекомендуется, конечно же, кисть для тональной основы, да, которая плоская, для корректора, для румян. Каждый день мыть, да, мыть и чистить, и высушивать. Каким-то мыльным средством. Либо это будет мягкий шампунь для волос, да, либо это соцсредство, которым вы умываете, да, гель-пендочка. Да, я надеюсь, что кто-то вебинар сегодня записывает, поэтому я думаю, что сбросите, Лена. Ну что, идем с вами дальше. Следующий очень интересный продукт, про который многие писали, что это мой любимый продукт, это, конечно же, корректор для формы бровей. Ну, как бы тоже, мне кажется, разница видна. Я очень люблю именно воск, потому что, на самом деле, это то, что вот для меня, да, я люблю вот посидеть, так как-то вот так вот люблю, да, и если бы не было воска, мне кажется, что все тени, которые бы наносились, я наносила навеки, они бы уже как-то размазались. Поэтому воск – это то спасение, которое есть в этом потрясающем наборе, и, ну, как бы разница видна, да, есть бровки, либо нету бровок. Идем с вами дальше. Ну, как бы туф. Самое интересное. Сейчас все визажисты делают акцент на красивые длинные ресницы. Ну, как бы вот так выглядят мои ресницы, накрашенные тушью, поэтому, друзья мои, эта фотография сделана на камеру фронтальную, да, просто телефона, разница видна. Поэтому я вам рекомендую, если вы не пробовали, воспользуйтесь, да, посмотрите, как она работает. На самом деле тушь работающая, да, и ей она не осыпается, она очень благовечная. Вот, и я просто рекомендую, да, тот продукт, который очень, очень всем нужен. И, конечно же, в завершении образа мы с вами берем румяна, да, те румяна, которые помогут скорректировать, да, немножко оживить наше личико, придать ему объем, да, вот какой-то период времени прошел, я вот получилась вот такая, и помада моя была в офисе, поэтому следующая фотография с помадой, она уже у меня в офисе сделанная. Вот это я, оттенок пыльная роза, да, я его наносила на себя, я говорю, ну, да, 4 часа назад, помада действительно классная, вот, поэтому я всем рекомендую попробовать, воспользоваться. Сейчас очень модные в этом сезоне тенденции матовых губок, да, потрясающих, которые помадой долго держатся, они дают возможность вам не беспокоиться о оттенке, да, ваших губ. У нас есть потрясающие карандаши, тоже длинничные железа, они голодные, они сейчас, правда, без скидки, но как только появится, обязательно прибыться, они очень длинные, классные, и всегда в идеале, конечно же, наносить именно контур, делать на наши губки, да, штрих-пунктирные линии прокрашивать и горизонтальные, и вертикальные складочки на наши губки, чтобы ваши оттенки помадой не были более стойкими, да, совсем можно беспокоиться, да. Помада пыльная роза, посмотрите, вот на слайде я написала оттеночек, ну, говорю, просто, что видите, почему-то камера чуть-чуть более темная, как-то со светом плохо, но, на самом деле, как бы все включено, да, и все, вроде бы все видно. И, конечно, у меня для вас очень классная новость, все увидели, что в прошлом каталоге у нас появилась новинка, это помада из, мусс-помады из Мечки Жуан, тоже матовая. Кто пробовал, поставьте, пожалуйста, в чате троечки, если вы пробовали помаду мусс, я сразу поставлю троечку, даже, может быть, не одну, пробовала много, они все очень классные, быстро закончились на складе, и уже очень скоро, буквально вот-вот и вот-вот-вот, те, кто поедут на 2-го числа, вот на субботу на мега, на мега мероприятие от компании Арифлэм, на мега форум, да, вы уже узнаете, познакомитесь с ней с этой потрясающей новой помадой, у нас появится скоро глянцевая лаковая помада из линейки Жуан. Это что-то будет новое, что-то будет крутое, лаковых помад из линейки Жуан еще ни разу не было, я думаю, что это будет что-то просто потрясающее, очень-очень ждем, да, я тоже еду, все там увидимся, все там встретимся. Ну и, конечно же, в завершении нашего вебинара я хочу пожелать вам всем, не бойтесь их сегментировать, пробуйте разные оттенки помад, пробуйте разные оттенки румян, разные оттенки теней, просто не бойтесь, это время, когда нужно меняться, да, и вы понимаете, что в соответствии с нашим цветом кожи нам могут подходить совершенно разные оттенки, в соответствии с нашим цветом волос нам тоже подходят совершенно разные оттенки и теней, и помад, и тональных основ, и румян. Поэтому, друзья мои, я надеюсь, что сегодняшний вебинар для вас стал не просто интересным, но и практически кто-то что-то запоминал, может кто-то на себе уже что-то сразу пробовал, вот поэтому вам большое спасибо, не переключайтесь, очень скоро начнется вебинар, презентация нашего онлайн проекта о том, как мы работаем онлайн, почему мы любим работать онлайн, да, и что для этого нужно делать, какие у нас есть возможности, компания Reflame, чтобы развиваться и работать дома, да, и экономить свое время и быть полезным для своей семьи. И быть полезным для любимого члена семьи.